Вот один из трех братьев. Уже стало традицией в День Защитника Отечества доставать запылившиеся фотографии и вспоминать курсантские годы. Николай Жалнин в 1998 году закончил Московское высшее военное командное училище. Свой выпускной помнит, как будто это было вчера. Это единственный военный вуз, который выпускается именно на Красной площади. Диплом вручал мне Жириновский. У нас каждому взводу какой-нибудь лидер тогда государству вручал диплом. Выпуск проходил торжественно, все с вложением, могил неизвестного солдата. На смену будням кремлевцев, так называли воспитанников военного вуза, пришла служба в МВД в Чите, а потом и в Ольметьевске. Офицер Жалкин ни разу не усомнился в выборе своего пути. Я из семьи потомственных военных. Мои деды и прадеды все время служили, все время были офицерами. Еще с петровских времен. Дед был царским офицером, был начальником штаба Чапаевской дивизии в свое время, который говорил, что Чапаев не утонул. Не знаю, правда это или не правда. Дед, у этого прадеда было три сына, все трое военных. Один летчик, другой пехотинец, третий военный врач. Вот как раз пехотинец был моим дедом, который прошел всю войну. Сейчас он отошел от службы в органах, учит военному делу молодых парней, уделяет внимание не только физической подготовке юноши, рассказывает, как дружба и взаимовыручка помогают в учебе и на службе. Елизавета Соляхова, Полина Сураева, Эрик Хабибуллин. Новости Татарстана.